Расставьте знаки арифметические в действии дископки, чтобы получились верные арифметические травмы. Я выписываю сначала всю доску этих примеров, после этого вы выходите и расставляете, потому что вместо того, чтобы нам с вами прикраться, решали-не решали, проще решить и всё. И будем считать, что это сделано. А можно вот эти три примера, которые вы берете? Нет, нельзя. Я сначала напишу все примеры. Не обязательно цифры соединять знаками, то есть число 33, например, тоже возможно. Или 333 даже. Ну, не должно быть ровно 4 числа, то есть число 4. А может быть 33 тысячи? Да, да, да. Если вам это поможет. Если вам это поможет. А сколько их всего? Их очень много. Но вот пока я написал условия 135-й, у вас будет... Вы все решили с нижним? Со 135-й по 143-ю? Все? Нет, я вам только 3. Нет, привет. Я прошу вас, сейчас. Что? Все решили? Со 135-й по 143-й? Все? Большая будет сейчас запишать. Я просто хочу, чтобы те, кто видели, не решают, уже получили бы удовольствие. А если мы сейчас напишем ответы, я еще прошу, мне говорят, пожалуйста. То есть наша цель сейчас разобраться со всем этим параграфом. Когда есть возникли человек, который все решил, то, соответственно, скажите. Но пока, пожалуйста, наша цель решить все эти задачи. Значит, я пока написал только 135-ю и 136-ю. Но, пожалуйста, порешайте. Ребят, если бы задачи были очень трудные, я бы, конечно, по одной бы принимал. Но сейчас наоборот. Эти задачи очень легкие. А сколько можно? Да, конечно. У нас была задача, когда одного до третий, получить 100. Да. А можно из двух троек сделать 3 в кубе по маленькой точке? Нет. Степени использовать нельзя. Станет человек специалистом или нет, зависит не от того, какую задачу он решает, а какую не решает в вашем возрасте. Это зависит полностью от личных человеческих качеств. Тот, кто умеет работать, кто не разменивается на пустяки, ну, кто, что называется, хороший человек, тот станет. Вне зависимости от того, насколько быстро он решает задачи. Потому что этому всему можно научиться, и довольно несловно. Важны человеческие качества. Поэтому все эти тесты... Знаете, вот моему сыну сейчас 7 лет. Я вам уже рассказывал о его истории с музыкальной школой. Нет. Значит, он в прошлом году, ну, захотел учиться в музыкальной школе, нормально, поступил на виолончель. Ну, велончельный, велончельный, ему вполне нравилось. И совсем чуть-чуть получился, у него, может, даже получаться, что-то начинало. Вдруг учительница посмотрела на него и говорит, а у тебя шея длинная. Не бывает тебе велончелиста, у тебя... А, нет, простите, надо... Вот видите, из меня отборщика не получится. Не получится у меня отборщика. Я забыл критерий. Наоборот, она ему сказала, а у тебя шея короткая. Вот, кстати, мы тут в музее были, в музее были, есть такой усадьба Царицына, да, и там скульптуры. Так вот, очень хотелось для этой учительницы просто вот взять, ну, со стендов же не возьмешь в музей. Вот, там была корова с шеей, как у жирафа. Представьте, да, скульптор, не знаю, чего он хотел выразить, но скульптор изготовил очень красивую корову с жирафией шеей. Мы сколько и поняли, надо найти такую в природе и привезти к этой учительнице. Пусть она ее учит играть в реалочей. Понимаете? А ведь она действительно думает, что отбирает шкульптор. Она думает, что вот, как же, вот ей, вот. Надо было сразу жираф приносить. Да, 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 лучше жираф. Вот, поверьте. На всякий случай мы потом у разных музыкантов поспрашивали, важна для игры на галанчеле шея или нет. Все в один голос говорят, нет, не важна. Там важны совсем другие качества. Любой, кто пытается по такого рода критериям подбирать, обязательно ошибется. Она для себя почему-то решила, что важна для нешей, для ее ученика. Так, и еще у меня просьба. Даже хотя мы сегодня на доске их все разберем, просьба не переписывать с доски. А, что называется, убедитесь, что это так, но дома все-таки сами решите. Это очень полезно сделать самому. То есть мы, разумеется, разберем, как и, собственно, все задачи мы разбираем, но не надо переписывать с доски. А просто убедитесь, что есть решение, придете домой, надеюсь, забудете то, что было в Гласии, и сами уже нам это решить. На вопрос, зачем шея с 8, а не с 8, а 4? Что? Если честно, у меня есть своя версия. Версия очень простая. Учительница, я думаю, что сильно хотела каких-нибудь там материальных подарков и надеялась, что мы скажем, что «Ах, так у него шея короткая, а нельзя ли вам заплатить 100 рублей, чтобы у него шея стала подлиннее?» Я думаю, что, если честно, это было такое честное вымогательство. Но, нет, он просто перешел в другую школу, и там к его шее никаких претензий. Я думаю, но я не уверен. То есть, знаете, юридического доказательства у меня нет. Наверное, у него учительница слишком длинная шея была? Нет, нет, у него самой стандартная шея. Не то, что она под себя. Она абсолютно стандартная, но у женщины и женщины. Она покупала свою шею? Нет, 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 это не жираф. Она не жираф. Ее, к сожалению, было жираф. Прекрадите. Все. Но вообще, ребята, между прочим, если без шуток, это одна из причин, по которой очень опасно выбирать так называемые творческие профессии. Всевозможные артисты, режиссеры, музыканты, это все архитекторы, извините, это все профессии, в которых нет точных критериев успеха. Вы можете быть совершенно замечательным музыкантом или танцовщиком, а вам скажут, вы не вписываетесь в нашу концепцию прекрасную. И все. И вы без работы. Понимаете, в математике получил ответ, не получил ответ. В инженерном деле, там машина едет, машина не едет, да? Мост сломался, мозг не сломался. Есть какие-то... Условенец, очень хорошо по этому поводу написано. Техникой может, так сказать, руководить только образованный человек. Техника не слушается, проходите. А вот в искусстве очень легко на полном серьезе произнести такого типа фразу. И все. Понимаете, если артиста не ставят на роль, то хоть что он делает, но он ничего не может. И в этом, в общем, большая проблема у таких профессий. Известно очень много случаев, когда художник рисовал всю жизнь, где бедный умирает, и ровно в этот момент его картины там встали в 10 раз, в 100 раз, в 1000 раз ценится дороже, чем были при жизни. То есть он всю жизнь рисовал, а миллионы за его картины получают потом совсем другие люди. Нет? Да не вы можете. Это так встроенное, к сожалению, общественная жизнь. Очень часто тех же художников ценят именно после смерти. Так бывает. Ну, я не готов называть конкретные фамилии, просто потому, что я могу перепутать, я не хочу, не буду специалистам это говорить, но бывает отчастно. Поднимите руку, кто хочет это. Поднимите руку, кто хочет это. Кто хочет это? Я хочу. Ну, давай, на самом деле, вот здесь. Семерка. Я на семерку. Нет, я буду просто вот на это. Я вот на это ставлю. А ну на это, как? Давай. А это в пистол? Нет, 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 один пример. 4 умножить на 4. Молодец. Садимся, сделал, садимся. 4 умножить на 4, 16, плюс 4, это 20, делить на 4, это 5. Отлично. Нет. 4 делить на 4, это 1, плюс 4, 5, это 10, пожалуйста. Делайте. Так, 3 плюс 3 плюс 3, это 9, минус 3 минус 3. Отлично. Так, на этот пример, пожалуйста. На следующий. Можно, пожалуйста, садимся? Давай. А там написано, если... Нет, вот это, вот это. Можно? Это уже решили, это уже решили. Не надо встречать, пожалуйста. Вы же будете принимать бесклик. А его, кажется, уже решили. А, да, его уже написали. Ну, нехорошо. Так, на этот пример должен быть человек. Давай. А, и? Быстрее. А мне на какой? Сейчас. Так. Выходи быстрее, пожалуйста. Я могу сбойку. Нет? Ну, мне просто выбор. Сейчас, ты можешь с вами право замолчать. Ну, правда. Ой, а вы мне на один не пользуетесь. Можно я рисую, где 17? Там 4, 4, 4, 4, 4, 4, 17. Так, давайте здесь, пожалуйста. 3 плюс 3 делить на 3. Делить на 3. На самом деле, конечно, неправильно. Но если поставить вот так скобки, то будет правильно. Так, давайте этот пример. А может, чтобы я... Давайте. Можно я рисую? Да. Так, этот пример. Это сколько? А где сколько? Восьмерка. Восьмерка. Нет. Пожалуйста. Так, кто сюда хочет получать двойку? Можно? Нет, нет, давайте, давай, давайте. Да, выходи. Давай быстрее. Так, кто здесь делает девятку? Я. Так, кто пятерку здесь делает? Я. У меня есть. Нельзя. Он есть. Так, давайте. На 64. Если мел не пишет, не надо... Я не понимаю, почему нельзя взять другой кусочек мела? Вы портите доску. Здесь оказался плохой кусок, который почему-то не пишет. Давайте я просто берем. А там, какими вы там, кто вы пытаетесь, как их был в тканах? А там просто таныш попал в мела. Ну, просто, хотя бы это, чем камешка. Не правильный ткан. Хорошо. Так, а кто правильно делает? Это правильно. 3 плюс 3 плюс 3. Так. Плюс 3 минус 3. Действительно 9. Так, здесь 33. Чего-чего? 33 минус 9. А ведь действительно 24 делить на 3, 8. Да. Так, нужно получить десятку и 11. Кто мне? Давай, 11, делаем 10. Не 10? Да. Тут вот получили 4 плюс 4 умножить на 4 плюс 4. Это чисто 4. Все правильно. 16 плюс 1. Это 17. Не получилось? Да. Получилось. А что тогда? 33 разделить на 3. Вам лишь трудно было написать нормальный ткан. Столько времени нажали руку, написать знак, чтобы было видно. Все, заинтересно. 33 делить на 3 это 11. Плюс 3 минус 3. Действительно все правильно. 9 плюс 1, 10. Отлично. Значит, использовав 5 раз пятерку, представьте любое целое число от 0 до 10. Итак. Все, 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 все. Звучит выключили. Быстро работаем. Давайте быстро. Спасибо. 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 нет нельзя так ладно 138 тоже делать нечего использовав 4 раза четверку представьте любое число от нуля до 10 и то же самое скобки и знаки действий уверен что это не сложно все и больше за все ничего не будет значит 4, 4, 4, 4 значит надо получить двойку, тишина действительно тишина что? нет совсем все? одно решение не считает я еще раз повторяю просьба никому не переписывать решение по той простой причине что лучше придя домой решить самому так работаем так две задачи 137 использовав ровно 5 раз цифру 5 представьте любое целое число от нуля до 10 а почему вы написали 11 ну потому что 11 а 11 а я уже ее решила так как? ну скажи ну потому что там наверное так 55 делить на 5 35 минус 5 да? так что 11 тоже легко делается я уже 3 числа уже 3 числа там в задании сказано от нуля до 10 это у вас не дописано это там писали? я все дописал я восьмерку и девятку и десятку написал я вас просто не знаю все хорошо ну что давайте если кто что-то знает давай давайте выходим по одному примеру делаем а можно? так только не пихайся там аккуратно и не все сами ладно? все-все давайте все больше не надо там еще есть нерешеное это очень нерешеное нет знак деления если пишете то так жирно чтобы было видно да-да-да давай что вы хотите записать? 4 умножить на 4 это 6 а я понял минус минус да? отлично 16 минус 8 это 8 так 55 минус 55 умножить на 5 это 0 отлично 5 умножить на 5 делить на 5 проще говоря 5 нет глупости вот это глупости 5 нет-нет-нет это вот не решено эта задача не решена так эта задача не решена единичка не получена так 55 делить на 5 это 11 да это отлично так здесь у меня будет 5 да здесь тоже хорошо так здесь тоже замечательно только скопки даже не нужны просто 55 минус 55 плюс 5 это действительно 5 5 делить на 5 это единица так отлично это 6 60 делить на 5 12 минус 5 7, молодцы Да, давайте, выходите Осталось чуть-чуть Ну что ж вы написали Деление-то нормально 4 делить на 4 Плюс 4 делить на 4 Это 2 Давай, работаем Берите нерешенную примену Что там надо написать? 4 Молодец, все правильно Кто еще может? Давайте А Семенка правильно Семерку Нет, четверка Здесь Нет, четверка А, здесь 44 делить на 4 Конечно 44 делить на 4 Это у нас 11 Минус 4 Это 7 Так, 55 минус 10 Молодец Так, осталось чуть-чуть, ребята 25 минус 5 Минус 5 Да, все Так, заметьте, пожалуйста В этом столбце Все сделано Так, здесь Восьмерка не сделана Здесь Кто бы нам сделал Восьмерку, господи? Давай Конечно Делить и плюс 5 Молодец 5 плюс 5 плюс 5 Делить на 5 3 плюс 5 Получается 8 Так что, у нас тогда все здесь, да? Нет, там еще не закончили Так, да, вот это Отлично 44 минус 4 Делить на 10 Осталось только приоритет Что, вот это? Да Ну неужели не сделаем? Невозможно Да у вас Невозможно Невозможно Лучше делите Давай Унимаем 5 четверок Так Умножить уже делаем не хочется Конечно 4 4 Все, все, молодец 4 умножить на 4 Это у нас лишь 16 Плюс 4 это 20 Делить на 4 это 5 Ну все, молодцы, побежали